которую хотели до нас о том же, что такое, да, как раз ясный язык, рассказать об этом поподробнее. Но зато сейчас у них будет замечательный мастер-класс на эту тему. Вы сами попробуете попрактиковаться в применении своих навыков в области создания текстов на ясном языке. Наталья Сэмми расскажет об этом поподробнее и расскажет то, что они не успели, к сожалению, в первой части, да, поэтому мастер-класс будет чуть-чуть подлиннее, где-то минут на 15-20 длиннее. Мы дадим это ключевое, такое центральное наше практическое мероприятие сегодня. Коллеги, я передаю вам слово. Можете начинать. Спасибо большое. Наталья, наверное, нам будет показывать. Да. Я побуду говорящей головой. Да, к сожалению, у нас была немножко другая идея. Мы планировали вначале вам дать несколько текстов на выбор, да, чтобы вы попробовали как-то переводить, адаптировать. Сейчас мы планировали рассказывать, ну, как на самом деле должно быть и как это работает, да, на практике. Теперь постараемся совместить, да, я попробую как-то немножечко скомпоновать такую вводную теоретическую часть, чтобы у нас на обсуждение стало очень больше времени. У меня второй монитор, я вижу, если что, комментарии, да, но единственное, что прошу, наверное, все обсуждения все-таки оставить, перенести на конец, потому что за всем уследить будет не очень удобно. Так вот, давай. Коллеги, видно ли экран, видно ли презентация? Все видно и слышно, отлично. Если я перелистываю, тоже видно? Да. Все хорошо, тогда можем начинать. Да, можем начинать. Да, мы где-то там были перебиты, переворачивая техническими неполадками, да, когда вели разговор об инклюзии, уже, наверное, сказано много, я думаю, можно не возвращаться к этой истории, но, да, ключевая мысль была какая, что если первые три пиктограммы в тех или иных учреждениях, заведениях, да, любого рода, государственных, или частных, или культурных, мы видим часто достаточно, то пиктограмму, которая обозначает доступность для людей с какими-то особенностями интеллектуального, да, или психоэмоционального развития, мы не видим в России, ну, наверное, практически никогда, да, если вот не говорить о работе отдельных энтузиастов, отдельных добровольцев, которые пытаются это все организовать, ну, хотя бы для какого-то узкого круга лиц, с которыми они работают. Причина не в том, конечно, что не хотят, причина в том, что на текущий момент, наверное, до сих пор, хоть эта работа и ведется, как мы уже знаем, всех сегодняшних выступлений, каких-то общих принципов, подходов для обеспечения этой доступности у нас пока что нет, да, именно поэтому мы говорили о том, что ведется разработка и стандартов, в частности, нашей группы, именно поэтому коллеги вот занимаются включением всех вот этих дополнительных средств коммуникации, включая ясного языка, в какое-то законодательство для того, чтобы, ну, начали видеть и начали понимать, что что-то нужно и можно начинать делать, да, пускай это будут какие-то первые опыты, не совсем идеальные, но начинать уже точно пора. Следующий слайд. Все настолько, честно скажу, грустно, да, что даже сайт организации, которая работает исключительно с людьми по умолчанию, по определению в силу диагноза, имеющими какие-то расстройства чтения, да, пишет на языке, который я, честно говоря, не вполне понимаю, имея два лингвистических образования. У нас это сайт специальной олимпиады, да, это российское чемптур, то, что называется, да, и, в общем-то, не зря я здесь использую кальки, потому что, в общем-то, написан этот весь сайт таким языком. Причем, да, у нас на скриншоте сейчас текст, который обращен напрямую к целевой аудитории проекта. То есть предполагается, значит, что человек с особенностями интеллектуального развития заходит на этот сайт и понимает, как присоединиться к движению и как стать спортсменом, да, станет летом эта страница называется, если честно, я не поняла. Может быть, что-то не так со мной, но боюсь, что все-таки с текстом. Причем, если мы зайдем на такой же сайт, например, немецкий, то здесь мы увидим заветную кнопочку для этой штрафа, да, она будет вести на другой сайт с другой структурой и, конечно же, с другими текстами. Вы все это сможете посмотреть. Не идеально, конечно, но доступно, понятно, переводит это все обычный автоперевод. Мы сейчас не будем углубляться. Мы подумаем, что можно сделать для того, чтобы в России тоже всегда была заветная кнопочка. Для начала хотя бы пускай уже на сайтах организаций, которые напрямую работают с людьми с особенностями интеллектуального развития. Ну, а вообще в идеале, да, наша такая большая заветная цель сделать ясный язык с средством не какой-то там специальной доступности, но средством универсального дизайна. Везде, где можно применить ясный язык, должен быть применен ясный язык. Везде, где он не может быть применен, все вот там сертифики текста, жанра, такие ограничения, к сожалению, есть. Пускай будет хотя бы простой язык, да, и какие-то пробудительные, системные там, варианты принятия этой самой информации. Мы не будем уже сейчас остановиться данным вводным, все уже слышали, что такой ясный язык. Вот здесь был ролик, вы его можете посмотреть, мы очень больше в кинем. Становлюсь на том, что на сегодняшний день во всем мире, и там, где это все очень хорошо и успешно передвлено, и там, где страны, на котором, наверное, и мы, такие страны, тоже есть, существует два подхода. Один подход, то, что он называется, да, такая методичка в нашей внутренней терминологии, другой подход, это такой подход адаптации не текстов, но адаптации среды под нужды всех пользователей этой самой среды. Первый, хороший, наверное, когда нужно сделать что-то быстро здесь и сейчас, и надо сказать, что он нас пока что так или иначе вручает организации, которые с этим всем вопросом работают. Однако история, при которой мы даем в руки методичку людям, которые, например, и не учились специально на работу с коммуникациями, и при этом не имеют опыта взаимодействия с людьми с особенностями развития интеллектуального, и никогда, в принципе, не общались, да, то есть у них нет какого-то хотя бы интуитивного понимания, что сработает или нет, с этой методичкой, конечно, работать не могут, да, поэтому наш путь – это путь исследований и путь разработки национального ясного языка, в нашем случае русского, конечно. Конечно, это не значит, что мы отвергаем все, что было сделано за нас, да, это не значит, что мы отвергаем текущей практике, мы его все-таки считаем своим долгом, мы их каким-то образом осмыслить и привести к такому понятному, да, именно процессу, к понятным требованиям к тем, кто должен этим заниматься, что они должны знать, уметь, понимать, применять, да, для того, чтобы вот этих многих разных вариантов ясного языка, иудоясного иногда языка у нас не появилось, да, поскольку мы в первую очередь переводчики и преподаватели перевода, мы пошли по тому пути, который нам понятен, и пошли по пути, который позволит нам избежать того, что мы видели, да, и продолжаем еще наблюдать в межязыковом переводе, знаете, когда человек думает язык, знаю, в переводчике пойдут, да, в случае с переводом на ясный язык, так может подумать вообще любой, тут даже иностранный, кстати, не понимаешь. Причем проблема методички для людей, которые не работают напрямую, каждый день не сталкиваются с людьми с особенностями интеллектуального развития, в том, что они смотрят на задачу как на просто переписывание текста, то есть если мы поработали с текстом, текст стал как бы простым с виду, да, в нем нет сложных слов, он там написан короткими предложениями, да, ну, вроде как соблюли все требования, и вроде все должно работать. На самом деле так не работает. Текст не равно коммуникация в принципе никогда и нигде, просто потому, что так устроены люди, что понимание любой текстовой информации, да, в устной, в письменной форме, неважно, зависит не от того, какими словами мы пользуемся, а от того, какой знанийый бэйкграунд есть у человека, да, сколько он знает, что он знает о предмете речи, и какой у него в принципе жизненный опыт, который позволяет ему вот эти все вещи, которые он видит, слышит или читает, трогать так или иначе. Например, когда мы слышим слово «собака», когда мы слышим слово «собака», нам кажется, что все понятно. Мы, может быть, при этом именем в виду вот этого милого чиночка, который, ну, что непонятно, собака. Однако мы никогда практически не учитываем, что разные люди в виде или слыша это слово могут иметь там свой ассоциативный ряд. Для кого-то это знак в электронной почте, для кого-то это еда, кого-то собака в детстве покусала, и у этого слова строго там отрицательная коннотация, это что-то одно не очень хорошее, а кто-то это использует для того, чтобы ругаться. И это нормально. Мы сейчас говорим о слове «собака», которое вроде как входит настолько частотно, что, наверное, нет человека, который бы так или иначе с миром соприкасался и не знал бы, что такое собака. А если мы начнем говорить о вещах, которые не конкретны, а в абстракциях, типа власть, демократия, да те же даже деньги, совершенно точно, в силу неконкретности этих вещей, да, их невещественности, по сути, будут вызывать абсолютно разные ассоциативные ряды у разных людей. Мы, например, никогда не задумываемся о том, что слово «лет» для людей, живущих в Австралии, имеет тоже значение тот же ассоциативный ряд, который у нас имеет слово «зима» и наоборот. Это межкультурные различия, которые мы как переводчики привыкли замечать, но при этом нам кажется, что внутри страны, если мы говорим на одном языке, люди на самом молчании должны понимать, это, к сожалению, не так. Это в целом системная ошибка такого человеческого мышления, да, и когнитивные искажения, которые заставляют нас верить в то, что мы понимаем, что нас понимают так же, как мы имеем в виду и слышат то же, что мы говорим, усугубляется еще вот этой историей страшной. На этой картинке, вы видите, большой зерой круг, это все люди, которые умеют читать. Все люди, да, такой наш снимочек с космоса, как я его называю. Большой круг, красный круг, это те люди, которые нуждаются в ясном языке. Надо понимать, что мы все в той или иной ситуации нуждаемся в ясном языке, для этого не нужно иметь какого-то диагноза, да, или какой-нибудь особенности интеллектуальной деятельности. Я, например, совершенно точно, абсолютная аудитория ясного языка, если речь зайдет о ядерной физике, поскольку, как я уже говорила, понимание зависит от того, сколько вы знаете о предмете. Я, признаюсь, просто школьную меня очень хорошо освоила. Вот этот маленький зеленый кумажочек, это все те люди, которые пишут тексты для нас всех, и для серых, и для красных. Люди, как правило, не обучены писать тексты, то есть они просто, да, вот опять же, опираясь на вот это искажение когнитивное, что если мне понятно, то и всем понятно, пишут так, как они это себе понимают. В итоге мы не получаем катастрофу вообще с коммуникациями, да, бесконечные сбои, которые приводят к куче проблем. А те люди, которые нуждаются в особой коммуникации, у нас просто живут в информационном вакууме, полностью выпадают из жизни общества. Можно дальше. Когда мы говорим о том, что доступный текст, это не только простые слова, да, может быть, упрощенные конструкции, короткие тексты, мы имеем в виду вот это, да, наши немецкие коллеги приготовят такую прекрасную классификацию коммуникативных барьеров. История про слова, длину предложений, она здесь далеко не первая и совсем не главная. Потому что, чтобы текст был доступен, для того, чтобы люди смогли как-то с ним взаимодействовать, они должны этот текст для начала каким-то образом найти. уметь, иметь возможность вступить с ним в контакт, да, они должны иметь возможность каким-то образом этот текст воспринять с помощью органов чувств, да, увидеть глазами, нащупать или услышать, в зависимости от того, каким органам чувств они воспринимают там текстовую информацию, устную или письмную. Только здесь начинается история про слова, да, текст можно понять. Чтобы понять текст, нужно знать некоторые вещи уже предварительно, нужно знать язык, на котором он написан, да, нужно уметь вникнуть в этот стиль регистр и так далее. Это вот тут только мы начинаем работать уже с какими-то лингвистическими вещами. Наташа, куда ты выпала у нас? А далее еще интереснее, что если текст, например, вызывает негативную реакцию, эмоциональную, какую угодно, то даже если человек его прочитал, это не значит, что он с ним согласится и будет что-то с ним дальше делать. Этот человек может сказать, что это какой-то плохой текст, он мне не нужен. Еще один важный момент, что если человек, прочитав текст, и вроде как даже его поняв, не понимает, как применить полученное из текста знание для своей текущей жизни деятельности, значит, этот текст либо все-таки не был понят, либо этот текст написан для кого угодно, но не для человека. Потому что он не может, полученные из него знания никак не могут подсказать человеку, что ему дальше делать со всей этой информацией. На каждой из этих ступенечек, следующий слайд, пожалуйста, на каждой из этих ступенек есть свои барьеры. Их вот 10 штук. И прежде чем человек с нашим текстом что-то сможет сделать, нам нужно убедиться, что мы все эти барьеры обошли. Я не буду сейчас сильно вдаваться в подробности. То есть текст можно не найти, например, по причине того, что человек не может, скажем, забраться в силу двигательных ограничений, добраться до этого текста. Например, я тут недавно была в музее книги в Томске, и поскольку я сижу в коляске, я просто не видела, что там написано на уровне глаз человека, который в музее находится, стоя на своих ногах. Либо это какие-то ограничения канала, если мы говорим, скажем, о людях с проблемами со слухом, и текст у нас предоставлен в аудио, в виде, или людях, которые нуждаются в специальных программах для, наоборот, чтения слуха, текста, а сайт это не предусматривает, то можно говорить о том, что как бы вы там текст прекрасно не писали, непонятно, как человек до него доберется. Здесь та же история, человек не может прочитать или услышать, вы не предусмотрели варианты. Человек в силу особенностей того, как устроен у него процесс мыслительный и процесс чтения не может воспринимать ваш текст, например, он там сплошным полотном, и это не работает для определенных лиц, скажем, у нас огромное количество людей в дислексии по экспертным оценкам это от 20 до 40%. Когда мы думаем, что там наш ребенок, например, или вот этот конкретный человек ленивый и будет что угодно делать, чтобы не читать, мы не учитываем, что, возможно, он и не может просто прочитать текст, который организован так, как организованы большинство наших текстов. Только здесь начинается история про то, что человек должен понимать язык, на котором мы с ним говорим. Вслух или с помощью текста неважно. Здесь как раз история про то, что человек должен что-то понимать о предмете речи, либо мы должны всю необходимую информацию ему предоставить, прежде чем перейдем к сути. Здесь различия культурные. Я уже говорила, если мы начнем с австралийцем говорить про лето, то он будет себе рисовать совершенно другие картины, не те, которые мы имеем в виду. Еще два очень больших и важных момента, на которых я прямо, наверное, остановлюсь. Это мотивационный барьер и эмоциональный. Мы уже говорили о том, что люди могут даже прочитав и восприняв информацию и разобравшись в том, что написано, отвергнуть наш текст. Причины такие, что у нас есть какая-то некая установка в голове уже, мы какое-то имеем уже сейчас на данном этапе отношение к предмету речи, возьмем всеми любимую вакцинацию. Если у человека есть в голове уже заранее история о том, что вакцинация это плохо, это попытки его убить, то вы можете писать что угодно, вы можете как угодно быть понятными, вы пока эту историю не обойдете, но эмоциональном плане ваш текст не будет доступным и понятным, и человек его не будет воспринимать. Еще один важный момент это очень частое не учитывание того, зачем человеку вообще читать ваш текст. То есть мы можем создавать сколько угодно ясных и понятных материалов, но если человек не понимает, почему он должен их открыть и прочитать, каким-то образом использовать, говорить о доступности текста опять же не приходится. И конечно не приходится говорить о том, что на основании этих текстов человек будет действовать, поэтому когда мы можно дальше говорим об адаптации текста. На самом деле мы говорим далеко не только о собственно работе с текстом, мы говорим о том, что мы работаем с процессами, с коммуникативными ситуациями, в которых этот текст используется. Пока мы работаем только с текстом, никакой речи о том, что этот текст кому-то чем-то поможет, к сожалению, идти не может. У нас там следующим слайдом есть такая пример того, о чем я сейчас говорю. Есть такой текст на ясном языке, он называется, который адаптирован по всем правилам работы с текстом, но в соответствии с методичками. Это короткий текст, это текст, выстроенный по правилам больше воздуха, меньше букв. Здесь нет вот этого полотна, здесь хороший контрастный шрифт, здесь нет очень сложных слов, но, если честно, я не понимаю, что здесь написано. Я не понимаю, как человек, который читать умеет, слава богу, это моя основная профессия, которая меня уже много лет кормит. В чем проблема с этим переводом? в том, что в принципе переводить, именно работать с текстом в этом случае было невозможно, потому что у нас вся история идет о чем-то абстрактном, о чем-то, что человек сам, который имеет какие-то сложности восприятия текстовой информации, не сможет самостоятельно применить, экстраполировать на собственный опыт. То есть мы просто как бы упростили определение словарное, это поменяли слова, поменяли структуру предложений, но по сути ничего понятного в этом тексте не появилось. Если нам нужно, чтобы человек понял, что такое исследование, значит, нам нужно было найти какой-то пример, который бы человеку позволил связать то, что написано, с его личным опытом. Поскольку просто через абстракцию раскрыть абстракцию невозможно, невозможно, в принципе, здесь ясный язык в виде прямого перевода, в виде использования просто методов подходов, правил не работает в принципе. Поэтому это такая какая-то псевдоясность получается. Что такое работа с процессами или комплексный подход? это значит, что когда мы готовимся только допереводить, создавать тексты на ясном языке, мы не смотрим на текст, мы смотрим на то, в какой ситуации наш клиент будет использовать этот текст. И должны убедиться, во-первых, что путь нашего этого клиента, гостя, кого угодно, до текста в принципе существует, выстроен адекватно. То есть, если мы что-то где-то в своем учреждении сделали на ясном языке, но при этом никто об этом не знает, или попасть в учреждение невозможно, можно сказать, что мы ничего не сделали. Для того, чтобы подход работал, нужно, чтобы учитывать весь путь клиента от момента, когда он решает, что ему к нам нужно, неважно, чем мы занимаемся, он приходит в медицинское учреждение, он приходит в образовательное учреждение, он приходит в культурное учреждение. Вот в тот момент, когда человек решает, что ему к нам нужно, и до того момента, когда человек от нас уходит счастливый, удовлетворенный, есть очень много точек соприкосновения человека с организацией, и все эти точки одним текстом закрыть невозможно по умолчанию. Опять же, в зависимости от того, зачем к нам приходит человек, этот путь будет меняться. И только когда мы понимаем вот этот весь путь, мы можем сказать, что у нас есть возможность работать уже с текстами, собственно, коммуникациями, в том числе устными. Можно следующий слайд. Для примера, чтобы было понятно. Вы попадаете в Китай, чтобы, кто не в курсе, в отличие от многих других иностранных стран, зарубежных, простите, вы можете там где поговорить на английском, в Китае, скорее всего, на английском с вами поговорит очень мало народов, если найдете только такого же иностранца. Ну, скажем, вы оказались где-нибудь в провинции, где с этим совсем сложно, и вы знаете только русский язык. Вы решаете попасть в музей, вы слышите, что в этом городе очень интересные какие-нибудь есть вещи. Чтобы попасть, вам нужно понять, какую в первую очередь вам нужно иметь информацию, скажем, вы должны попасть либо в кассу, вы должны попасть, может быть, на сайт организации, но везде, повсюду вас встречают исключительно китайский язык, и никто не может ответить на ваши вопросы. Либо наоборот, история, вы попадаете на сайт, который русифицирован, вы попадаете там где-нибудь, покупаете билет, например, у торговца, который говорит по-русски, но оказавшись в музее, вы сталкиваетесь с тем, что там нет ничего, что позволило бы вам понимать, что вы вообще сейчас видите, на что вы смотрите и что в этой штуке особенного. И в том и в другом случае речь идет о том, что процесс не локализован, как говорят переводчики, что может быть где-то отдельные этапы и адаптированы, но использовать такие адаптированные материалы невозможно, они не позволяют получить именно тот опыт, за которым человек к нам пришел. В таком случае совершенно не важно, есть ли русская версия сайта, совершенно не важно, есть ли в музее, например, понятный экспонат, если в целом процесс выстроить невозможно. К сожалению, у нас очень многие, можно следующий слайд, очень многие процессы обеспечения доступности на сегодняшний день выглядят именно так. Эта история актуальна для всех видов доступности, полной доступности, которая бы нас со временем привела к инклюзии, у нас нет. Человек решает пойти в условный музей, он должен позвонить, посмотреть на сайте информацию, просто прийти, постучай в дверь, а что его там дождет дальше, непонятно. Я знаю точно, что есть музеи доступные, я знаю точно, что есть музеи, в которых используется даже ясный язык помимо всех прочих вещей. Ну, например, когда мы изучали этот вопрос в сфере культуры, мы на сайте, ну, скажем, Ельцин-центра в Екатеринбурге не увидели ни одного слова об этом, а потом совершенно случайно на какой-то конференции услышали. Получается, что адаптация есть, но наверное, да, я так предполагаю, что с какими-то организациями музеи сотрудничает, и люди могут туда как-то попадать, пользоваться этими текстами на ясном языке, но эта история, опять же, да, может быть про какую-то точечную доступность, но это точно история не про инклюзию, потому что человек, который сам принял решение, да, не может пройти вот этот вот самый наш путь клиента, да, найти информацию, прийти в сам музей, сориентироваться, там, купить билет, каким-то образом с помощью гида, аудиогида, каких-то текстовых подсказок, неважно чего, посмотреть саму эту экспозицию и уйти довольным и счастливым, потому что где-то на каждом этапе взаимодействия вот в рамках всей этой коммуникации от точки входа до точки выхода из процесса человек не имеет нужной ему для этого информации. так, здесь, наверное, да, можно переходить к тому, как это все должно происходить. Почему мы так для кого-то может быть немножко излишне настойчиво говорим о том, что это перевод и о том, что выполнять этот перевод, как и любой другой, да, как привычный нам нижъязыковой, например, перевод, должны специалисты, которым мы этому специально учились. Вот эта история, да, про адаптацию процесса, она называется на языке переводчиков коммуникативной ситуацией. Если у вас, да, нет специальной, специально выработанной привычки эту коммуникативную ситуацию анализировать, учитывать при выстраивании коммуникации, то, по всей видимости, вы не можете это сделать, и когда переводите. Для, ну, как бы, со стороны процесс перевода на ясный язык описывается всеми абсолютно одинаково, мы с ним совершенно нисколько не спорим. Это, собственно, работа с текстом, потом мы этот текст цестируем на целевой аудитории, верифицируем, убеждаемся, что мы все правильно поняли, при необходимости, если она возникает каким-то образом, дорабатываем, дорабатываем до победного, и можно готовить этот текст публикации. Выглядит все очень просто, да, и, наверное, можно просто, ну, немножко потренировавшись этим заняться. На самом деле, за словом перевод, кроется очень много вещей, которые людям не посвящены, которые не имеют отношения к переводу любому, кроется очень сложный когнитивный процесс, который нельзя просто взять и выполнить на скобку. Перевод состоит из трех этапов. Мы сначала анализируем ситуацию, в которой создан текст, мы анализируем ситуацию, в которой текст будет использоваться, мы анализируем то, что вообще никак в тексте не участвует, да, его прагматическое содержание, его вне текстовые параметры, и на основе этого уже с учетом того, что будет дальше происходить с этим текстом, мы можем этот текст каким-то образом интерпретировать. Как руководитель переводческой компании, как человек, который работает с переводчиками, начиная со студенческой скамьи, я вам могу сказать, что это очень сложно. Люди, которые по пять лет учатся на переводчиков, ну, далеко не готовыми экспертами в коммуникациях выходят после такого обучения. Если мы понимаем, да, что это работает, как эта штука работает в принципе, тогда мы можем уже говорить о том, что какой-то свод принципов и правил позволяет нам выстраивать процессы так, как это должно быть. Вот только на этом этапе, когда человек понимает все, что кроется за словом перевод, действительно полезны, нужны и удобны в использовании всякого рода методички, да, и своды правил. Мы их обобщили, да, до нескольких принципов. Сейчас тоже коротенечко постараюсь о них рассказать. Первый принцип, да, первый принцип, это принцип главенствующей роли читателя. Сейчас, да, уточню, что принципы одинаковы для текстов и на ясном, и на простом языке. Поскольку, да, задачу адаптации выполняет профессиональный переводчик, в каждом отдельном случае анализ коммуникативной ситуации позволяет ему выбрать тот вариант упрощения, который необходим для каждого конкретного текста в той или иной ситуации. И принципы здесь будут одинаковые, да, они не меняются. А вот то, как этот принцип будет воплощен в конкретный текст, уже может давать нам очень разные версии текстов, да, в зависимости от того, кто у нас целевая аудитория, просто широкий массовый читатель для простого языка, да, или читатель, который требует каких-то дополнительных усилий при чтении, да, которому нужно что-то как-то особенным образом доносить. Эти способы тоже мы сейчас обсудим. Так вот, главенствующая роль читателя это о том, что человек должен иметь возможность найти в тексте то, что ему нужно. Она о том, что, ну, не важно, что вы хотите там донести до читателя, пока ему это не интересно, не важно, да, вспоминаем наш мотивационный барьер, писать как бы не очень-то и важно. Этот ваш текст разобьется от мотивационный барьер, и вы не достучитесь до своего пользователя все равно. Далее, да, если человек все-таки взял в руки наш текст и понимает, что он найдет там сейчас ответы на свои вопросы, нужно, чтобы он мог имел возможность это все понять. Это когнитивные барьеры, барьеры языковые, да, то есть мы должны, во-первых, учитывать бэкграунд, общее представление о предмете нашего читателя, учитывать язык, который ему будет понятен, да, и в соответствии с этим уже как-то формулировать. И далее, человек, узнав информацию, все-таки должен каким-то образом ее применить. Если эта информация легла мертвым грузом к нему в голову, и он все еще не знает, например, там, я не знаю, что, как записаться к врачу или как стать атлетом специальной олимпиады, вот это как раз был тот самый пример, когда даже если информацию сделать понятной, использовать ее невозможно, потому что, по большому счету, информации о том, как стать атлетом, на этой странице не было. Следующий принцип, это принцип равной позиции. Принцип очень важный с нескольких сразу сторон. Во-первых, это та самая история, которая позволяет нам учитывать, что читатель не обязан знать и понимать столько же, сколько знаем и понимаем о предмете речи мы. То есть, если я лингвист, то это не значит, что со всеми на свете людьми я должна разговаривать так, как будто бы они тоже оканчивали лингвистические факультеты и могут оперировать теми же понятиями, терминами, что и я, и знают ровно столько же, сколько и я. Это не так. Принцип равной позиции еще и очень сильно влияет на этическую составляющую текста, потому что начиная подстраиваться под нашего такого воображаемого читателя, мы можем либо скатиться в такой неэтичный подход, знаете, наверное, как разговаривают с бабушками, которые могут просто плохо слышать. Это в общественных местах, если бабулька потерялась, к ней будут кричать в ухах очень простыми словами какие-то конструкции, хотя человек может быть на самом деле просто хочет задать нормальный и внятный вопрос. С людьми, если мы подозреваем в том, что они не очень хорошо понимают нашу речь, начинают разговаривать как с маленькими детьми или как с умственно не вполне поспевающими, скажем, за нормой. Это неэтично, это ненормально. То есть, когда мы строим диалог, мы должны понимать просто, что люди не должны понимать нашу стандартную речь. Вот и все. Это не значит, что с людьми нужно разговаривать так, как будто бы они глупее вас по умолчанию. Даже моя коляска иногда заставляет людей со мной разговаривать так, как будто бы неспособность преодолевать большие расстояния автоматически делают меня неспособной понимать русскую речь. Дальше. Следующий принцип у нас принцип конкретности. Это та история, которую мы показывали в качестве примера. Все, что абстрактно, все, что безлично, все, что нельзя визуализировать и отобразить прямо здесь же в тексте понятной картинкой из одного элемента максимума взаимодействия двух уже не конкретно. Это значит, что мы вообще никак не можем прогнозировать, насколько наш текст будет понятен. Большая моя большая проблема, да, и именно поэтому большинство, скажем, текстов юридического дискурса, текстов, которые там безличны по требованиям стиля, скажем, непонятны большинству людей, поскольку само построение этих текстов, этой речи, оно максимально не конкретно, не знаю, с какими целями, так получилось случайно или специально кто-то не хочет ничего конкретного никому обещать, но именно по этой причине, что эти тексты неконкретные, они у нас в основном вызывают больше всего трудностей. То есть такие вещи должны быть убраны. Другая история, еще одна сторона предыдущей Наталья мне дали, это образность и большое количество имплицепной информации, эксплицепной, которая заложена в текст, то есть мы должны очень много знать, например, чтобы воспринимать некоторые художественные произведения, либо мы должны уметь распознать авторский образ. Для этого нам нужно иметь какой-то схожий с автором бэкграунд в целом и какое-то схожее с ним мышление, иначе мы не понимаем, что там происходит. Теперь можно следующий слайд. Еще один принцип, который как раз и создает неясные и неконкретные конструкции, это принцип личности, то есть отказ от которого создает неясность. это те случаи, например, юридической подмены понятий, когда вместо того, чтобы напрямую обращаться к читателю, напрямую обозначать, что именно вы, человек, читающий договор, являетесь заемщиком, мы наоборот сбегаем всех указаний на личность и создаем тем самым для многих иллюзию, что это кто-то, какой-то другой заемщик, будет потом отдавать кредит, а деньги дадут сейчас мне. Такая история, которая не позволяет на себя экстраполировать прочитанное, тоже мешает восприятию текста, затрудняет его понимание. Дальше. Дальше принцип частотности. По своей сути, этот принцип на самом деле самый простой. работать с ним может абсолютно любой человек. У нас существуют частотные словари. Нужно понимать, что нормальными частотными считаются слова в рамках ясного языка, которые занимают первые 800-1000 строк. И для простого языка это в пределах полутора тысяч. И казалось бы, все очень просто, но здесь опять же вмешивается когнитивное искажение. нам кажется, что те слова, которые для нас частотны, для меня, как для лингвиста, абсолютно обиходные большинство слов лингвистического дискурса, и я сейчас ими тоже непроизвольно периодически сыплю. Мы можем, не проверяя себя или не верифицируя например свою работу после того, как мы ее сделали, мы можем скатываться в случае, когда мы используем далеко не частотные слова. Узкая терминология, если она нам привычна, иностранные какие-то слова, аббревиатуры, всего этого в ясном тексте быть не может. Далее принцип наглядности. Принцип наглядности. Во-первых, чтобы человек лучше ассоциировал прочитанное с собой, лучше запоминал написанное, лучше каким-то образом это ферментировал, он должен увидеть картинку. Увидеть картинку с собой нам позволяют например примеры. Мы иллюстрируем текст в прямом и в переносном смысле. Если нам что-то нужно рассказать очень абстрактное, мы можем привести пример, как эта абстракция живет, существует в нашей жизни, и это будет иллюстрация. Если мы при этом можем еще добавить картинку, наш текст станет еще яснее, и это прекрасно, если у нас такая возможность есть. Важно здесь упомянуть, что иллюстрации не могут быть абстрактными в свою очередь, не могут быть образом в образе. Если иллюстрация не представляет собой некое конкретное явление человека опознаваемого, скажем, врача в форме, или природное явление, или что угодно, еще эта иллюстрация может нам не только не помогать, она может нам наоборот осложнять жизнь. И последний принцип, очень важный принцип, который, во-первых, без которого мы очень сильно часто будем разбиваться мотивационные барьеры, об эмоциональные барьеры, это принцип этичности, и без которого, что тоже важно, нельзя говорить ни о какой инклюзии, ни о каких равных правах для всех представителей нашего общества. Главное положение принципа этичности в том, что право на коммуникацию, право получать информацию есть у каждого человека, и когда мы его обеспечиваем, это право, мы не должны считать, что мы делаем кому-то одолжение, да, тут не может быть никакой позиции, я благотворитель, я сделал одолжение, что дополнительно пояснил то, что мог бы и не пояснить. Второе, что очень важно, донося до людей информацию, понимать, что в этот момент вы не злоупотребляете своими возможностями, да, вот этого вот коммуникатора ретрансляции этой самой информации, что вы не делаете этого даже бессознательно, например, в силу низкой квалификации, да, иначе введение в заблуждение человека, который без вашей помощи эту информацию обрести не может по сути своей преступления, да, например, там, вы искренне не верите в пользу прививок и искренне желая убедить людей в том, что они вредны и опасны, пишите ясный текст, вы в этот момент не помогаете человеку право реализовать свое право на получение информации, вы в этот момент, пользуясь какими-то специальными возможностями, которые вам дают особенности восприятия информации этим человеком, просто перетягивайте его на свою сторону. Почему я сейчас на этом немножко заостряю внимание, вот сейчас в условиях такого глобального кризиса мы заглянули в пару немецких газет и увидели там, что в принципе просто европейская точка зрения на украинский контекст и конфликт транслируется в максимально простой доступной форме. Я считаю, что это просто бесчеловечно, негуманно и такого быть в принципе не должно и не может. Следующий слайд. это собственно все принципы, как я уже говорила, которые работают и для ясного и для простого языка. Только переводчику в момент, когда он начинает уже порождать новый текст на основе проведенного анализа, важно будет понимать, каким образом эти принципы будут реализованы в конкретном тексте. И если мы приходим к выводу, что писать нам нужно на ясном языке, то мы должны помнить про несколько важных уже правил. Вот они на следующем слайде у нас Наталья есть. Чем короче, тем лучше. Если мы умещаемся в простое предложение, замечательно. Если у нас появляется необходимость ввести непростое предложение, но какое-то сложно сочиненное или сложно подчиненное, лучше сделать из этой конструкции два или три предложения избыточно с точки зрения нормального письма, к которому мы привыкли, выстроив между ними логическую связь. на примерах немножечко покажем. Правила важные один вопрос, один текст. Если нам нужно рассказать о чем-то, что требует какого-то глубокого экскурса в прошлое или в будущее, наверное, нам нужно либо искать другой подход, может быть использовать аудиовизуальное повествование, может быть что-то еще придумать, но мы не можем в один текст впихнуть три страницы информации, потому что сразу перестает быть ясно. Линейность логики и прямая последовательность изложения. Опять же, на примере того же украинского конфликта. там произошло нечто, потому что когда-то в прошлом и поэтому сейчас мы решили вот так, а в будущем будет вот эта вот история. Мы не можем на ясном языке рассказывать подобного рода историй в принципе. Либо мы должны делать из них серию разного рода историй, но опять же рассчитывать на то, что наш читатель это все сможет собрать в голове не всегда можно. это все всегда зависит от особенностей и восприятия информации при каждом отдельном заболевании и каждом отдельном человеком даже с одинаковыми особенностями этими самыми обработки информации. Здесь же то, что нам позволяет реализовать принцип личности избыточная с точки зрения нормы такой языковой литературной употребления местоимений. Там, где мы в угоду красоте и литературности стиля надеялись бы на то, что читатель из контекста общего текста понимает, о чем идет речь, о ком идет речь. Здесь мы не рассчитываем на вот это понимание и выстраиваем эту логику специально, продолжая обращаться к читателю на вы. Вы должны сделать вот это, вы же делаете вот это и вы же делаете следующее. Не использование каких-то чисел операций с ними и чуждых знаков из другого языка и так далее, потому что человек их просто не понимает. Нужно понимать, зачем мы используем цифру. Скажем, в публицистическом дискурсе цифры используются как некий маркер того, что нужно передать величину чего-то. Так вот, цифрой мы аудитории ясного языка не передадим никакую величину, достаточно просто сказать, что мы хотим донести, что это очень много или это всего лишь вот столько. Не очень много, например. То есть в каждом отдельном случае, конечно, человек должен понимать, для чего в тексте использована цифра и принимать решение об ее конвертации в понятие много или мало или неконвертации. Это, в общем-то, такой скромный список правил. Важно, однако, помнить, что текст выстроен в соответствии со всеми принципами и правилами. Не работает, не будет иметь смысла вне коммуникативной ситуации, вне процесса использования этого текста. Если вы не встроили текст процесс, он просто живет своей отдельной от всего жизнью и никак вам не обеспечивает никакой недоступности, никакой инклюзии, тем более. Процесс всегда первичнее. Если у нас процесс не адаптирован по использованию каких-то ясных, доступных коммуникаций, нет никакой необходимости совершенно бессмысленно адаптировать тексты. Любая история адаптации процесса всегда начинается и заканчивается конкретной целевой аудиторией. В чем самая большая сложность в случае с ясным конкретным языком? В том, что нет двух одинаковых людей, которые одинаково будут понимать большинство текстов. Поэтому у ясного языка есть ряд ограничений жанровых, которые позволяют его принимать беспрепятственно. И есть какие-то случаи, где ясный язык, увы, будет бессилен просто, поскольку сама коммуникация, сам процесс в принципе не адаптируется. Так, я так хорошо старалась сократить свою речь, что давай, наверное, покажем примеры, Наташа. Что? У нас прям хорошо осталось время пообщаться. Да, вот это примеры. Это пример того, что такое кредит. С чего этот текст? Это текст, насколько я понимаю, с нашего сайта, или он там еще даже не появился, сейчас не вспомню. Этот текст из проекта ясно.сайт, да, прям так латиница этой, кириллица этой набирается, который мы с коллегами ведем, силами наших студентов-волонтеров, прекрасные детишки, дай бог на здоровье, которые стараются посильный свой вклад в обеспечение информационной доступности вносить. Так вот, вообще история про банки появилась у нас в позапрошлом году, да, под необходимость что-то с этой историей сделать, потому что, да, по инициативе Центрального банка Российской Федерации, организации, занимающейся работой с людьми с особенностями интеллектуального развития, был разработан некий глоссарий банковских терминов. Если мы вспомним сейчас список коммуникативных барьеров, то глоссарий разбивается абсолютно об все из этих барьеров, да, наша, когда была попытка хоть что-то поменять в этой истории, и не не спорить, конечно, с банком, да, но в рамках как раз там, наверное, исследовательских в первую очередь наших проектов посмотреть, как это должно было бы выглядеть на самом деле, да, то есть здесь текст про кредит, он не про то, что такое кредит, да, вот эта история, реализованная банком, это просто словарь-глоссарий. Наташа, верни, пожалуйста, барьеры на минуточку. Вот если мы посмотрим на этот глоссарий, да, то проблема начинается с моментов, где текст нужно найти. Глоссарий лежит на отдельном сайте, ссылки на него ведут из разных новостных ресурсов, то есть даже если мы наберем, например, глоссарий банковских тетменов на ясном языке, мы туда не попадем, не попадем хотя бы потому, что вот организация, которая его разрабатывала, не считает нужным использовать терминологию, которая так или иначе уже можно считать принятой в русскоязычном дискурсе, да, еще начиная даже с тех времен, когда в России о ясном языке не говорили, о нем говорили очень много и подробно и на русском языке в Беларуси. найти этот глоссарий может только человек, который точно знает о его существовании, который прошерстит сайты дружественных, да, и вовлеченных в этот процесс организации и достанет его. Далее у нас там встречается барьер, который, да, ну, в терминах таких изобилийти сайтов в очень длинный путь в много кликов до того, чтобы попасть на конкретный термин. Информации, да, по правилам организации текста на ясном языке там очень много человек начнет путаться. Причем информация эта, вот, которая ведет к нужным нам определениям, она, в принципе, не адаптировалась. Там где-то у нас чуть позже будет пример, да, одного из таких текстов. То есть человек этот текст не найдет. Вопрос, насколько он там хорошо или плохо адаптирован, такой он спорный, поскольку есть несколько разных подходов, и каждый имеет право иметь для себя свое мнение о том, как правильно, а как нет. Но для меня в случае с глоссариями всегда главный барьер это мотивационный. Я не очень хорошо себе могу представить человека, который, да, столкнувшись с тем, что он не может понять текст, который ему, например, выдали в банке, да, там, текст кредитного договора. начинает судорожно искать глоссарий, для того, чтобы его понять, да, как мы помним, даже если он начнет его искать, он его, скорее всего, не найдет, да, вот эта история, это как раз очень такая показательная история адаптации текста вне процесса, адаптации текста вне жизни вообще пользователя этого самого текста. вот, то, что, да, имелось в виду. Еще один пример у нас был да, про, ну, про бюджет. Та же самая история. если мы пишем какой-то текст, то, наверное, нужно, чтобы было понятно, что с этим делать, да, ну, здесь это такая вводная часть, там, в конце, да, история о том была, что важно понимать, какой у вас бюджет, прежде чем делать какие-то серьезные покупки, да, если вам нужно купить что-то дорогое, после чего вы останетесь без еды и лекарств на остаток месяца, да, нужно, наверное, сперва подкопить в глоссаре Центрального банка, ну, просто описано, что такое бюджет, не совсем понятно, для чего. Так, что у нас есть, да, и вот, собственно, наши антипримеры, собственно, наши, да, это те самые исследования, которые мы показывали раньше, да, это пример текста, который не адаптируется на ясный язык вне контекста, это объяснение, не конкретные вещи, да, абстракции с помощью абстракций. Исследование это изучение, изучение это исследование, и вот тут у нас цикл замкнулся, и мы не очень понимаем свойств природы. То есть, во всей этой истории, наверное, кроме слов природа, может быть, ученые, возможно, да, слова растения, животные и машина, понятная аудитория ясного языка. Как эти все слова здесь организованы, и что они должны из себя представлять, человек, да, причисленный к аудитории ясного языка не поймет, да, вот сайта голосария Центробанка у нас пояснение про кредит, да, то есть я беру кредит, например, сумма денег в долг, ну, наверное, это понятно. Кто такой кредитор, кому предоставляется, что в конечном счете важно, да, для заключения договора, это ключевая история, которая нужна, да, и которая важна в контексте, в котором мы вообще объясняем человеку, что такое кредит. Но мы ничего в общем-то не объясняем, кроме того, что, наверное, кто-то должен будет, нет, даже этого не объясняем. Что есть за договор? Кому-то кредитор, неизвестно, кто это, что-то предоставит при заключении договора. Ну, то есть этот текст, в принципе, даже, ну, наверное, как объяснение термина не очень-то хорошо работает, да, ну, вот там пример того, как мог бы быть, выглядеть текст про кредит, да, для человека, который думает взять его или не взять и что для него будет этот договор означать. Опять же, да, текст сам по себе оценивать сложно, важно понимать, что в каком контексте это все будет участвовать и в каких процессах помогать людям или не помогать получать информацию. Средний доход по стране, показатель уровня жизни в стране, средний доход вычисляется в двоеточие зарплаты всех людей, которые работают, делиться на количество этих людей, да, ну, как все стандартное слабое место любых просто терминов и определений, они разбиваются об мотивационный барьер, даже если все остальные барьеры пройдены, зачем я это все сейчас узнал, да, называется мотивационный барьер. Ну, дальше можно та же самая история, да, кризис, войны, стихийные бедствия, экономические потрясения, да, то есть, в случае с потрясением это еще одна абстракция, которая поясняется. Абстракция стихийное бедствия здесь можно отнести к терминологии, да, общественно-политической, это не обывательский никакой термин, да, но скорее всего люди, которые это писали, имеют соответствующий образ, уровень образования и соответствующий род занятий, поэтому кажется, что стихийное бедствие это очень частотное выражение, которое никаких пояснений не требует, по сути термин все еще. Во время экономических потрясений уменьшается выпуск товаров кем-то, где-то, какое-то отношение ко мне непонятно, закрываются фирмы, растет безработица, что это не значило, снижается уровень жизни населения. Да, здесь как была абстракция, так она никуда и не делась. Назначение не очень понятно, да, что-то где-то происходит без меня, без моего участия, история, которая никоим образом не отвечает задачам, интересам людей, которые этот текст читали, то есть даже если мы этот текст нашли, не очень понятно, какую информацию человек из этой истории может вынести и не очень понятно, что человек в дальнейшем может делать с этой информацией. Далее. Ну, еще один пример, пример объяснения термину с помощью другого термина. Это все еще по-прежнему глоссарии, которые глоссарии просто сами по себе, не те глоссарии, которые, например, могут даваться на полях вашего текста, скажем, которые позволяют немножко расширить его понимание. Ну, да. Есть дети, есть их образование, и мы опять замкнули цикл, вот объясняя один термин с помощью другого, одну абстракцию с помощью другой. Дальше мы никуда не двигаемся, и барьеры, как у нас перед нами стояли, так перед нами и стоят. Собственно, примеры это были. Сейчас мы бы, поскольку у нас еще есть, хорошо, еще осталось времени, полчасика, мы бы хотели, да, коллеги, я вот сейчас смотрю в чат ВКонтакте с вами обсудить на основе сказанного, вот что, например, не так с текстом следующим. Это все та же специальная лепяда, источник, примеров для нашей рабочей группы неистащимой. И на сайте специальной олимпиады есть вот такой прекрасный текст в разделе АНАСУ называется Наша миссия. Есть ли идеи, например, о том, как этот текст, ну, во-первых, как вам кажется, насколько этот текст понятен аудитории, да, в целом, как, ну, что такое миссия любой организации, это ее такое пояснение миру, зачем я работаю, да, человек, который еще и ведет тренинги по развитию бизнеса, я могу вам сказать, что вот, что такое миссия, зачем ее формулируют, не понимают люди с очень хорошим образованием, с каким-то опытом работы, в том числе и предпринимательской, не совсем понятно, что это. Миссию обычно организации формулируют для того, чтобы донести до миру, зачем мы вообще работаем. Это история про то, что мы работаем нет не для того, чтобы вы нам платили, да, если это коммерческая организация, мы работаем для того, чтобы сделать весь мир лучше. Учитывая, кто является аудиторией всей деятельности специальной олимпиады, наверное, можно предполагать, что этот текст адресован людям с особенностями интеллектуального развития. Можно ли, на ваш взгляд, этот текст считать рабочим отвечающим целям и задачам, которые перед ним стоят по определению. Далее пишу, что трудно воспринимаем, чиновнику будет понятен. У меня сила-батарейка, сейчас я уйду с другой стороны или, Наташа, если ты можешь, читай мне, пожалуйста. что пишут люди. Да, я отключу тогда звук пока. Комментарии могу читать. Сейчас только здесь включу. Я, коллеги, вам еще сбросила, тем, кто смотрит нас в ВКонтакте, сбросила сам текст. Комментарии могу читать. Звук у тебя, наверное, был. Сбросила ВКонтакте сам текст в качестве комментария. Можете попробовать его перевести на ясный, какие у вас там будут мысли на этот счет. Какие есть комментарии? Пишут, что нет, слова очень сложные, сложно, нет. Ну, в общем, текст недоступный, непонятный, понятен только чиновникам. Понятен только. Много слов сложно для восприятия, может быть, понятен чиновникам и их родственникам. Я вам могу сказать больше. Этот текст не соответствует даже просто нормальной норме стандартной русского языка, потому что тут есть, например, некий обмен дружбой со своими семьями. Главная проблема этого текста в том, что его даже просто с английского языка перевели не очень компетентные люди, к сожалению. К сожалению, эти люди тем более не думали о той аудитории, на которой этот текст был ориентирован. Но как вам кажется, можно ли этот текст сделать нормальным в соответствии со своим назначением, чтобы он свою функцию выполнял? Другими словами, переводим ли этот текст на ясный язык? Зало для восприятия, трудный текст, очень длинное предложение. Да, коллеги, обратили внимание, что это все одно предложение емкое. я бы назвала мусорное, да, мы по-русски по-русски, на обычном языке мы так не разговариваем и не пишем, конечно же, никогда. Как вы думаете, можно ли его перевести на ясный язык? как изменить этот текст, можно было бы так, ну, с учетом, да, барьеров, с учетом принципов, чтобы этот текст стал понятен целевой аудитории? взбить на части. Мы готовим людей к соревнованиям. Комментирует Мария Некрасова. Наталья Петрова предлагает разбить на части. Разбить на части. Поможет ли нам разбиение на части? Кто-нибудь, пожалуйста, поделитесь мнением. можно в виде да-нет плюс-минус. Что изменится, если этот текст будет разбить на части? Валентина комментирует, что это очень большой текст, его надо разбить на части и каждую часть написать понятными словами. Дополнить картинками, продолжает Наталья Петрова. Предлагают разделить на несколько предложений. Может быть, предложите коллеге в комментариях там одно предложение, которое может быть. Обязательно дополнить картинками и текст изложить более коротко. Татьяна Лучнина комментирует, что это не совсем поможет. Будет очень понятно, будет трудно понять общую мысль. Да, вот давайте я, ну, давай следующий Наташ, у нас там есть еще один пример, с ним будет легче поработать. Да, это такой пример для нас показатель. Вот так видит этот текст, нет, вот это, да. Вот так видит этот текст аудитория ясного языка. Если помните, я пару раз упоминала, что не все тексты, в принципе, подлежат переводу на ясный язык. и формулирование миссии, да, mission statement, то, что называется, это как раз один из тех жанров, который не, ну, нет смысла переводить на ясный язык. Почему? Потому что эта история, во-первых, разбивающаяся полностью мотивационный барьер, это история не читателя-центричная, это история про меня. Хотя она как бы, да, в идеале и повернута к миру, типа, что я такой прекрасный делаю для вас, всех остальных, да, на самом деле эта история все-таки про меня. И вот тот, кто сказал, что этот текст понятный чиновникам, у этого текста может быть одна функция. Этот текст очень красиво, с пафосом можно было бы, если бы он был написан нормальным узким языком, наверное, использовать для получения всякого рода, скажем, грантов, да, наград за достижения, за принесение блага обществу и так далее. Но этот текст абсолютно не то, что не читателя-центричный, но в принципе читателя никак не по умолчанию, на силу своего жанра не учитывает. И человек, который его прочитает, даже если он может его понять, он совершенно точно никак на свою жизнь это не в сумме, да, вот это все не ориентирует, не сможет. Все, что можно и нужно человеку знать из этого вот явления, это что он может получить от деятельности специальной олимпиады. А это значит, что миссию вообще не надо переносить и переводить на ясный язык. Вместо миссии нужно в разделе, который будет называться, чем мы можем быть вам полезны или чем мы помогаем, написать то, что вы можете там что-то. Давай покажем пример. Вот эта штука, которую мы сейчас уже утром, когда мы поняли, что у нас не получается в запланированном режиме провести мастер-класс, вот эту вот версию выдали наши волонтеры, которых мы попросили все бросить и нам немножко помочь. Этот текст уже стал кричитателецентричным. Он уже не про то, какие мы молодцы. Этот текст по-прежнему нарушает некоторые принципы. Вот здесь все равно человек по привычке скатывается в нормативную структуру русского предложения, заменяет существительными местоимениями, исключает избыточную логику. Этот текст еще не ясный именно для аудитории с особенностями интеллектуального развития, но он уже хотя бы думает о том, зачем наш читатель этот текст будет читать. Вот здесь принцип личности нарушен. Можно найти, кто он найдет, кто проводит специальную олимпиаду. Вот эти принципы здесь так или иначе нарушены, но этот текст по сравнению с тем, что мы имели ранее, все же уже похож на то, что должно быть. Там я сейчас вот это месиво из непонятных лафосных слов. Еще и не очень грамотно организованных текстов. Вот еще один пример, которым мы вам предлагаем обсудить теперь уже немножечко подробнее. Скажем, на предмет соответствия или несоответствия принципам и правилам понятной вообще коммуникации. Если мы исходим, да, это текст. Это аннотация к панно «Русь», которое висит, висело в Калининградском музее Янтаря. Он уже здесь сегодня упоминался нашей коллегой. Текст мы брали, наверняка, что-то уже есть новое. Текст мы брали еще на этапе, когда Калининградский музей Янтаря только остановился и хотел становиться чуть доступнее. Но нам очень нравится именно тем, что на нем очень удобно объяснять все, что мы говорим. Так вот, учитывая, что посетители музея это в любом случае не искусствоведы, это в любом случае массовый широкий читатель, начиная от школьников и заканчивая любыми там бабушками, которые не обязаны разбираться в искусствоведческих терминов техники прусской флорентийской мозаики, не обязаны знать, что такое, что значит 2984 фрагмента, много или это или мало для мозаичных паннодов. То есть у этих людей наверняка в массе нет вот этого объема знаний, который нужен для того, чтобы адекватно воспринимать текст, написанный видимо искусствоведом. Я напомню вот эту картинку следующую, Наташа. Как это обычно бывает, почему у нас сплошь и рядом случаются коммуникативные неудачи, что вот эти вот группа искусствоведов пишет тексты для нас, для всех остальных, музейные в частности. Финансисты пишут банковские тексты, юристы пишут юридические тексты, хором ничего там не понимаем, можно вернуть назад. Так вот, как вам кажется, что можно было бы сделать с этим текстом для того, чтобы он стал более человекоцентричен, скажем так, и перестал разговаривать только с искусствоведами. Наташа, читаешь? Да. Пока на этот счет комментариев нет. Есть комментарии, что идет раздвоение звука, иногда такое вот поступает. Ну, это, наверное, задержка может фонить. Да, я думаю, что это задержка. Как бы, коллеги, вы, что бы вы сделали с этим текстом, да, не обязательно в конкретных формулировках, но в целом, какой перестройки, на ваш взгляд, этот текст требует для того, чтобы стать более близким и понятным людям. Коллеги, я вам в чат тоже сбросила полностью этот текст в текстовом формате, если на слайде не так, может быть, хорошо видно. Мы можем показать нашу черную картинку, я думаю, да, чтобы было понятно, что текст действительно требует адаптации. Следующую, еще. Вот так вот, да, выглядит текст на аудитории ясного языка. Комментарии мы есть от Валентины Полуниной. Валентина говорит, что нужно рассказать, почему ценное для простого человека, почему это панно ценное для простого человека. Да, совершенно согласна с Валентиной, да, то есть, когда наш представитель аудитории ясного языка, учитывая характер текста, я боюсь, что, например, да, хоть в слова-то мне многие понятны, в целом, я понимаю в этом тексте ненамного больше. Да, причем вот аудитория ясного языка не понимает, что такое мать, да, она знает слово, но мать, как символ русской культуры, человек понятен, да, там, ну, с определенными, скажем, нарушениями восприятия информации, понятен быть не может, там, в силу отсутствия, скажем, образного мышления. А Георгий, опять же, да, чья была мать, вопрос, то ли воина, то ли Георгия, кто из них, кто, опять же, не совсем понятный, Георгий Победоносец, да, информация, которая требует какого-то культурного бэкграунда, хоть и не самого широкого, но в случае с аудиторией ясного языка точно рассчитывать на то, что этот бэкграунд включает понятие, понимание, кто такой Георгий Победоносец, уже не представляется возможным. Я, например, часто привожу этот пример, вот здесь знать Георгий Победоносца, не знать, вернее, кто это, может, вполне такая подготовленная аудитория, потому что, да, тут свои религиозные какие-то истории, а религия в целом как общая какая-то, общекультурное наследие, в принципе, изучается далеко не всем. В Осетии хорошо знают, кто такой Георгий Победоносец, поскольку покровитель главный, но в других республиках уже ждать этого знания совсем не обязательно. Что он сказал? В комментарии есть еще от участников. Так, сейчас я в порядку пойду. Наталья Иванова комментирует, что можно простить описание, убрать цифры. Павел Гусельников убрать специфические термины, лишние слова. Много лишних слов. Их тоже убрать. Убрать цифры. Очень длинное предложение, очень много непонятных слов. Длинное числительное. Дать пояснение отдельных понятий или написать, как для детей. Это я сейчас все смешанно читаю комментарии. Давай предыдущий слайд вернем с раскладкой по частотности. Давайте посмотрим на лексический состав. Вот это IPM это число вхождений на миллион сегментов по корпусу ясного русского языка в целом. всему корпусу. Вот этот индекс IPM он говорит, когда он больше единицы, для нас он всегда говорит, что это отдельное лемо, отдельное слово использоваться в текстах на ясном языке не может. А здесь он не просто больше единицы, а местами вообще больше десятки. все вот эти слова панно это термин, мозаика это термин искусствоведческий. Все эти слова в принципе использоваться здесь не могут. Русская флорентийская мозаика это частные термины опять же искусствоведческие. Однако во что мы упремся, если мы начнем просто пытаться заменять не частотное слово на частотное. декоративное по-другому. А вот еще тоже здесь правильный комментарий в чате от Валентины Добродомовой о том, что если начинать комментировать, то нужно начинать с самого первого слова и получается нужно комментировать все. Да, вот когда мы решаем пойти по пути, который предлагает нам методички, работающие с текстом, со словами, но не работающие с процессом в целом, мы упираемся в то, что каждое второе слово нужно расшифровать. И тогда мы сразу нарушаем принцип один текст, одна идея, одна история. У нас получится просто глоссарий, в общем, Папа-на-Руси, определенный. Что там? Ну, решим мы заместить монументальное большим. Ну, хорошо. Произведение, само построение речи, которое более уместно, скажем, в официально-деловом или в научном стиле, оно приводит нас к тому, что здесь вот каждое слово нужно менять. В итоге, если мы говорим о переводе на ясный язык, который все-таки необходим, и в данном случае надо отметить, что применим, мы понимаем, что нам нужен просто новый текст. Нам нужен текст, который будет адресован не искусствоведом, не там экскурсоводом, которые будут в дальнейшем читать вот это все таким же простым людям, которые не будут понимать ни слова, но текст, который адресован к нашей реально целевой аудитории. И мы должны просто думать о том, что это и целевая аудитория реально из этой всей истории может понять. Вот я, например, как представитель яркой такой аудитории, совершенно не понимаю, что значит 2984 фрагмента. А это что? Да, поскольку я не специалист ни в прусской, ни в флорентийской, ни в какой другой мозаике, я не знаю, какие еще на свете существуют оно из мозаики, для меня эта цифра ни о чем не говорит вообще. А мы помним, что по правилам языка цифры, которые непонятно зачем стоят, нужно просто обозначать через много или мало. Что мы тогда сделали с Натальей мы пошли в Гугл. Гугл нам подсказал, что оказывается это самое панно, Русь просто самое большое мозаичное панно в мире. Я думаю, никто не станет спорить, что эта информация гораздо актуальнее для любого человека, не только для представителя ясного языка, чем то, что мы видим в оригинальном тексте. Предполагается, что каждый из нас, попадающий в Ленинградский музей, должен сам сделать вывод о том, что это оказывается самое большое в мире. Я знаю, что есть же панно на 2800 фрагментов, а это аж 984, и значит, это самое большое. Ждут от нас авторы, но боюсь, дождутся, может быть, от редких единиц ценителей мозаики в прусской флорентинской техниках. Что в итоге? Опять же, показываю очень быстрый набросок наших студентов, которые тоже далеки, конечно, от идеала. Вот опечатку мы видим, картина Русь. Важно ли нам обозначать, что это именно панно? Причем, обозначать это в тексте. Для того, чтобы объяснить, что такое панно, нам придется поместить дополнительный текст в текст. Наши студенты, например, волонтеры решают, что не обязательно можно это назвать картиной, которая сделала из кусочков янтаря. Вот здесь у нас опять нарушен принцип личности. Непонятно, кто где что находит, непонятно, кто где что может увидеть, но этот текст все равно написан о вещах, которые ближе и понятнее большинству среднестатистических посетителей музея. Мы смотрим на картину, мы сразу узнаем нашу родину, вспоминаем ее истории. Наверное, действительно, для человека, который не первый раз вообще в музее, и в целом хоть как-то живет в обществе, это, скорее всего, будет все-таки Русью, как русским духом каким-то образом отдавать. Очень спорная версия, конечно, очень во многом противоречащая ряду правил и принципов, но даже она лучше той версии, которой очень умный, образованный человек-искусствовед написал для того, чтобы понять, что это за такое прекрасное панно. Здесь еще есть быстрый набросок от участников, успеваем мы зачистить? Елена предлагает такой вариант. Картина из янтаря в кавычках Русь состоит из трех частей точек, ну, картина из янтаря в кавычках Русь точка состоит из трех частей точка, они объединяются в образ Родины точка, это картина созданная из 70 килограмм янтаря точка. Вопрос у меня к образу Родины. Вот это как раз вот та плавушка нашего мозга, о которой я уже говорила, что те слова, которые мы очень часто слышим, они нам кажутся подходящими. Родина история максимально абстрактная. Я нисколько не исключаю, что очень многие люди с особенностями интеллектуального развития понимают и знают, поскольку проходят так или иначе через какие-то образовательные учреждения, но само по себе это все равно нечто неконкретное, что требует хотя бы какого-то пояснения. Вот я, например, бы обязательно пояснила, что слово Русь это та же самая Россия, которую нам все-таки ближе и понятнее. Так, ну, скажем, раньше так этим словом называли нашу страну Россию. Хотите ввести слово Родина, давайте добавим, что типа это наша Родина, да, дальше можем уже с ним оперировать, что там еще было. А здесь еще была эта картина созданная 70 килограмм янтаря, но мы когда с тобой с этим текстом работали, говорили о том, что нужно желательно привести какой-то пример, как что это. если мы хотим ввести цифру, то нам нужно как-то все равно пояснить, для чего мы это вводим. То есть это много, тогда давайте сравним с чем-то, что человеку понятно. Скажем, например, скажем, что примерно столько весит средний взрослый человек, ну, человек взрослый среднего роста, например, или что там еще столько может весить, чтобы человек мог себе визуализировать объем вот этого всего добра и примерно этот самый вес. Потому что сама по себе цифра, которая повисает в воздухе и никак не связана с опытом и никак не визуализируется, она будет точно такой же непонятной, как эти два 980 с чем-то кусков янтаря. коллеги здесь комментирует, что по регламенту перерыв нам организаторы разрешили на 10 минут задержаться. Нет, я думаю, мы на самом деле закончили буквально пару слов на прощание для тех, кто заинтересовался нашей работой. Наташа, покажи, мы хотим, пользуясь моментом, видишь, сколько заинтересованных людей, мы хотим сказать, что мы всегда открыты партнерству любым вопросом, запросом. Вот у нас такая наша проектная группа, она междисциплинарная, у нас есть врачи, психиатры, у нас есть клинические психологи, у нас есть лингвисты, включая нас. Мы разработали и этим летом проведем курс по доступной коммуникации и будем рады всех вас там видеть. Информацию о нас можно найти на нашем сайте, который называется Easy and Plain.ru. На следующем слайде как раз этот адрес указан у нас. И мы опять же ждем, готовы видеть и приветствовать волонтеров на нашем проекте Ясно. Сайт, как раз таки создан специально для того, чтобы текстов на ясном языке становилось все больше и больше. Приходите, всему научим, все покажем. Давайте вместе делать этот мир немножко понятнее и доступнее. На этом все. Если есть к нам какие-то вопросы, мы готовы на них ответить. если нет, то готовы вас отпустить на перерыв. Понимаю, что все устали. Сейчас перерыв. коллеги, спасибо вам большое. Очень интересная информация действительно была от вас. Я думаю, что сейчас просто нашим слушателям, поскольку информация новая, для многих нужно будет ее переварить, как-то уложить в своей голове. И сегодня это у нас не первое выступление на тему доступности текстов. у нас будут еще другие спикеры, которые будут говорить о разных возможных принципах доступности, как упрощать тексты, как делать их более понятными для любой аудитории. Поэтому я думаю, что в конце этого дня уже примерно у людей сложится картина, для тех, кто пока не знает, что такое перевод на ясный язык, перевод на понятный язык. Мы будем очень признательны, если вы нам пришлете ссылки на те материалы, ссылки на сайты, которые вы сейчас вспоминали, мы кинем их обязательно в шат ВКонтакте. И я думаю, для многих эта информация, которую мы пытаемся популяризировать и делать доступной, о том, что есть такие принципы, она будет очень полезна, и люди станут, если даже не так профессиональны, как вы, но использовать эти принципы в своей работе, с детьми, с подростками, взрослыми, упрощать ту информацию, которую дают, потому что это актуально на самом деле для разных абсолютно категорий людей, и для людей с аутизмом в особенности. Поэтому спасибо вам большое. Я думаю, что Эмма с Натальей сегодня не все нам удалось, что мы задумывали для вас, но я думаю, большую часть того, что мы хотели представить, вам удалось сегодня донести до наших слушателей много благодарностей, сейчас звучит, и от организаторов фестиваля «Люди как люди», спасибо вам, что вы приняли участие и действительно сделали такое практическое сообщение, да, люди действительно теперь знают, как брать, переводить вот-вот первый, второй, третий, четвертый шаг. Это очень ценно, да, потому что мы как бы слышим какие-то понятия, но не всегда знаем, как это сделать. Спасибо, Эмма, спасибо, Наталья, я думаю, что мы, да, будем продолжать наше сотрудничество, углублять, да, и доносить ценности понятных текстов до всех коллег, до специалистов, работающих с детьми и со взрослыми, с особенностями развития для того, чтобы это стало действительно таким общим местом, да, если вот альтернативная коммуникация, о которой рассказала Ольга Пакова в первой части, уже достаточно широко распространена и известно, то ясный язык пока еще такое вот новое для нас явление, но уже проникает все больше и больше, и я надеюсь, что мы будем на этой ниве дальше продолжать работу. Спасибо большое. Я вижу, что... Есть еще, 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 эхо. Я вас слышу хорошо, Наталья, у меня нет эхо. У меня нет эхо. А, все? Я хотела еще такой небольшой комментарий сделать. То есть, привет передать от Кришны, которая сегодня, к сожалению, не получилась у нее выйти в эфир, да, в связи с этими техническими сложностями. Коллеги, кто присоединялся, подключался, кому был интересен доклад, на самом деле, очень он такой, мне кажется, показательный. Я надеюсь, что в будущем в России будет у нас примерно все так же. Маленький город, не столица, небольшой город, небольшой музей в маленьком городе, и в нем есть вот такие все виды доступности. Хотела сказать, что Кришна, мы с ней разговаривали, она готова сделать записи своего доклада, и мы, скорее всего, ну, то есть, как она нам пришлет, мы вам ее отправим. Валентина может сделать перевод, она тоже написала, что хотела бы как-то закрыть этот гэштальт. Наталья, мы видели, насколько интересная презентация, да, у Кришны, к сожалению, нам не удалось это заслушать, но если у нас появится как раз ролик, который мы сможем давать, во всем сегодняшнем семинаре, мы будем просто счастливы, и таким образом, цифровая доступность, которая сегодня немножко нас подвела в первой половине дня, она на самом деле станет доступна все равно для всех слушателей сегодняшнего вебинара, и для посетителей сайта ФРЦ и сайта фестиваля «Люди как люди». Спасибо вам большое, коллеги, и до новых встреч, я думаю, мы будем продолжать это гулять, рассказывать и доносить до людей информацию по этой теме. А сейчас, уважаемые участники, у нас небольшой, буквально пятиминутный перерыв, чтобы вы могли передохнуть, да, я вижу, что у нас уже следующий спикер подключилась, Ольга, здравствуйте, сейчас вот буквально мы дадим после длительного, да, двухчасового почти мастер-класса, здравствуйте, Ольга, небольшую передышку, да, вы пока можете попробовать, если у вас, вы хотите демонстрировать экран, пока можете попробовать эти технические возможности, да, и через пять минут мы начнем, да, давайте в 14.05 мы возобновим нашу работу и продолжим, мы говорим сегодня о гранях доступности, мы говорим о том, что у доступности есть много разных измерений, сегодня было уже сообщено о коммуникативной доступности, об информационной доступности, мы много говорили и будем говорить, и вот переходим к такому симбиозу всех этих видов доступности и о той самой цифровой доступности, да, которая сегодня, ну, неотъемлемая часть нашей жизни, да, мы все пользуемся соцсетями, мы используем чаты, мессенджеры, платформы, как вот мы сегодня с вами здесь общаемся, видите, не всегда это проходит гладко, но тем не менее уже выкинуть это из жизни невозможно.